Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «День» в студии Александра Лощиц. Сегодня в выпуске. Самым ожидаемым событием для жителей микрорайона номер 15 станет открытие школы номер 31 и детского сада. О завершении строительства этих объектов Марина Стафунина. Работники социальной службы отмечают свой профессиональный праздник. За награждением лучших представителей этой сферы наблюдала Галина Данилова. Именно здесь, на центральной площади перед администрацией, состоится шествие в рамках 5-й ассамблеи народов Подмосковья. О подготовке к ней расскажет Светлана Кузнецова. Эти и другие темы в материалах наших корреспондентов. Самая большая в Подмосковье школа готова к сдаче и в эксплуатацию. В микрорайоне номер 15 строительство объекта подходит к завершению. В рамках 3 дня комиссия администрации Матищинского района проверила степень готовности школы и строящегося рядом детского сада. Дня, когда эта новенькая школа откроет свои двери для учеников, ждут все жители микрорайона 15. Этот микрорайон состоит из многоэтажных новостроек, потому такие социальные объекты, как школа и детский сад, для него первоочередная необходимость. Это будет самая большая в Подмосковье общеобразовательная школа на тысячу мест. Спортзал размером с три стандартных зала. Два бассейна, просторный актовый зал. Строительство идет быстрыми темпами. Сегодня комиссия из администрации района в рамках строительного дня проверила завершающие этапы стройки. Считаю, что школу в конце надо нам июня принимать, потому что надо, если сегодня заключать договора уже на обслуживание системы вентиляции, отопления, надо об этом думать. Если мы будем принимать ее позже, к сентябрю, потом ничего не изменится. Кто-то должен ее содержать, и поэтому хозяин должен быть уже департамент образования в лице школы номер 31. Все основные работы строительная компания завершила. Сейчас идет благоустройство дворовой территории, высадка зеленых насаждений. На футбольном стадионе перед школой решено было заменить травяное покрытие на искусственное, из качественных современных материалов. Здесь же по периметру поля появится ограждение в виде сетки и освещения. Расположенный по соседству детский сад также готов к сдаче. Детский сад мы планировали сдавать июня. Я считаю, что мы его в конце июня тоже будем принимать. Внутри он готов давно. Сейчас благоустройство заканчивается. И я думаю, что вместе школы будем принимать. 1 сентября школа и сад встретят своих учеников и воспитанников. Этого события ждут не только сами ребята, но и их родители, и весь педагогический коллектив. Марина Стафунина, Константин Химичев, ТВ «Мытищи». 8 июня в России отмечается День социального работника. Мытищинцы, которые трудятся в этой сфере, уже начали получать поздравления с праздником. Сегодня в районной администрации чествовали людей одной из самых благородных профессий. 20 лет назад в Московской области в результате разделения функций Пенсионного фонда Российской Федерации и органов социального обеспечения было создано Министерство социальной защиты. Сложно представить наше общество без людей, работающих в этой сфере. Сейчас каждый третий житель Мытищинского района пользуется услугами Управления социальной защиты населения. На торжественной церемонии 100 лучших работников этой сферы были награждены дипломами и ценными подарками главы Мытищинского района Виктора Азарова и благодарственными письмами Министерства социальной защиты населения Московской области. Заместитель министра Сергей Кравченко отметил, что Мытищинское управление соцзащиты – одно из лучших в Подмосковье. Все эти годы, все эти 20 лет показали, что труд социальных работников, он действительно настолько социально значим и востребован в нашем обществе, что порой социального работника для некоторых людей, социальный работник – это как некая последняя надежда и опора в свою жизнь. Профессия социального работника особая. Не каждый может трудиться в этой сфере. Доброта, милосердие, способность сострадать ближнему – все это не пустые для них слова. Я 17 лет работала социальным работником. В первую очередь надо любить и жалеть свою бабушек и свою работу. Если есть желание работать, будешь работать. Дочка, нет работы – желание не будешь работать, уважать, ценить старое поколение. Праздник продолжился в театре драмы и комедии «Фест», где самые теплые и искренние слова благодарности сказал глава района Виктор Азаров. Сегодня мы отмечаем не только праздник работников социальной защиты, это и пенсионный фонд, это и служба занятости, это еще и много-много учреждений, которые проводят эту работу с нашим населением. И сегодня было правильно отмечено, что 62 тысячи – это почти треть нашего населения охвачена этой работой. И в завершении праздника социальных работников веселыми песнями и зажигательными танцами поздравил казачий ансамбль и творческие коллективы Мытищинского района. Работники социальных служб всегда на передовой. Своим заботой, вниманием и доброжелательностью они укрепляют веру нуждающихся в то, что они не забыты и не брошены на произвол судьбы. И за это мы им всем говорим огромное спасибо. Галина Данилова, Денис Петров, ТВ Мытищи. Сегодня Пушкинский день России. Государственным этот праздник стал относительно недавно, в 1997 году. Но день рождения великого поэта Александра Пушкина в России отмечали и раньше. Его часто называют основоположником современного русского литературного языка. Поэтому 6 июня у нас празднуют и как День русского языка. Произведениями Пушкина по-прежнему зачитываются и взрослые, и дети. Когда-то литературный критик Аполлон Григорьев сказал «Пушкин – наше всё». Но для каждого Пушкин – это ещё что-то своё, личное. 6 июня многие идут в библиотеку с затомиком стихотворений великого поэта. Кто-то несёт цветы к его бюсту, а кто-то своими руками делает с детства знакомый всем силуэт, выкладывая его тополиным пухом на бархатном листке. В детской городской библиотеке номер один тоже отметили Пушкинский день России. Коллектив библиотеки для своих читателей оформил яркий стенд с красивым названием «Пока в России Пушкин длится, метелем не задуть свечу», который расположен при входе и сразу привлекает внимание. Выставка оформлена необычным образом. Обычно стоят книги, которые говорят о Пушкине, его произведении и так далее. А мы построили свою выставку немножечко по-другому. То есть каждый этап Пушкина на отдельном листочке вот так вот оформлен. Здесь можно видеть открытку, которая говорит о каком-то жизненном этапе Пушкина. Помимо стенда в библиотеке было организовано мероприятие для детей, во время которого им продемонстрировали мультфильм по сказке о попе и работнике его балде. И, конечно же, было чтение стихов вслух. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Мимолетное видение, как гений чистой красоты. Школьники по-прежнему увлеченно читают прозу и поэзию Пушкина. В его произведение влюбляются с детства и на всю жизнь. Приходят все. Сначала бабушка приводит своего внука маленького, еще дошкольника, и берет с ним сказку о мертвой царевне и семи богатырях. И обязательно, чтобы картинки были красивые. Или сказку о золотой рыбке. И приходят уже более старшие дети со школьной программы, с Евгением Онегином, с пиковой дамой. Давайте Пушкина читать и не забывать о великих классиках русской литературы. Александр Лощец, Константин Химичев, ТВ «Мутище». Дети знают сказки Пушкина. Его произведение входит в школьную программу. И, как показал наш опрос, современный ребенок, при всей своей увлеченности компьютерными играми, находит время на классическую литературу. Многие дети способны сходу процитировать стихи Пушкина. В лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Унылая пора, очи очарования, приятна мне твоя прощальная праса. Люблю я пышной природы увяданье, в багрец и золото одетые леса. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Я вас любил. Любовь еще быть может, душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. К другой теме. Полным ходом ведется подготовка Пятой Ассамблеи народов Подмосковья. Ее первый этап пройдет в Мутищинском районе уже в ближайшую пятницу. Представители Оргкомитета Ассамблеи сегодня обсудили организационные вопросы. Пятая Ассамблея народов Подмосковья пройдет в два этапа, 8 и 12 июня. Основные торжества состоятся в День независимости России. Заместитель министра по делам территориальных образований Московской области Юрий Шутов подчеркнул важность мероприятия. Вполне вероятно, что его посетит губернатор Московской области Сергей Шойгу. Главная задача – обеспечение безопасности во время Ассамблеи. Ожидается, что 12 июня в наш район прибудет около тысячи гостей. В особом режиме будут работать правоохранительные органы, службы МЧС и бригады медиков. Уличные мероприятия потребуют внесения изменений в схему движения транспорта. В некоторых местах оно будет перекрыто. Так, время награничить проезд по Науматищинскому проспекту от улицы Мира до улицы Щербакова. Также будет перекрыта часть улицы Мира от площади до районного дворца культуры. В рамках Ассамблеи пройдут многочисленные культурные и спортивные мероприятия. Состоится фестиваль национальной кухни. Все желающие смогут ознакомиться с изделиями народных промыслов. Уже сейчас есть уверенность в том, что мероприятие подобного масштаба наш район примет на достойном уровне. И в завершении выпуска информация о происшествии. 5 июня около 3 часов дня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании ресторана «Бакинский бульвар», который находится недалеко от торгового комплекса «Красный кит». Сначала работники ресторана пытались потушить пожар своими силами. И даже когда стало ясно, что без помощи пожарных не справятся, они, сделав вызов, продолжали бороться с огнем. На объект выехали два расчета. За короткое время сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать пожар. Выяснилось, что горела вентиляционная система ресторана. Причина возгорания будет установлена в ходе проведения дознания по данному факту. В результате происшествия никто не пострадал. Уважаемые телезрители, смотрите 7 июня в четверг программу «Диалог с властью». Глава района Виктор Азаров в прямом эфире ответит на вопросы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Начало в 20.00. Не пропустите. На этом наша программа подошла к концу. Эфир телекомпании ТВ Мутищи вы можете смотреть в режиме онлайн. Новости, программы и спецпроекты на нашем сайте www.tvmy.ru. Всего доброго и до встречи. Новости, программы и до встречи. Новости, программы и до встречи.